МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Турнир по греко-римской борьбе провели в Екатеринбурге. С армянским праздником День дарения книг познакомили иностранных студентов УРФУ. Что зашифровано в чувашском национальном костюме, узнаем в рубрике «Национальная культура». Праздник широкой Масленицы отметили жители многонациональной Свердловской области. В Екатеринбургском парке Таганская Слобода русские, чуваши, марийцы, украинцы, белорусы и представители других народов угощали гостей блинами и знакомили со своей культурой. Об этом и других важных событиях минувшей недели расскажем далее в рубрике «Жизнь». Один слой был из гречехи, второй слой из пешена, второй, например, из пешеницы. И между ними прослойками еще своеобразная каша была тоже из пешеницы. Это все вместе запекалось и получился толстый слой. И ели это с медом. И на санях обязательно с гармошкой девушки-парни и поют все песню про шварни. Хурасю на сяпла, ай, полади, хурасю на сяпла, полади. По-марийски «уярня», по-чувашски «саварни». У каждого народа свое название и даже традиции празднования Масленицы. Но суть гуляния одна – это весело и дружно проводить зиму и встретить солнечную весну. Этот праздник находится в душе народа. И то, что он сейчас есть и является основополагающим, объединяющим мероприятием не только православных, но и мусульман и иудеев – это уже факт. Масленица призвана сама по себе объединять народы. Здесь развлечения на любой вкус. Традиционные народные игры и даже состязания гармонистов. Ну а самые активные смогли поучаствовать в ежегодном конкурсе частушек от областного телевидения. И даже тут без сюрпризов не обошлось. В этом году частушки прозвучали на разных языках многонационального Урала. В Екатеринбурге прошел юбилейный турнир по греко-римской борьбе на призы олимпийского призера Гейдара Мамедалиева. На открытие соревнований приехал и самый именитый чемпион. Надо верить в себя, слушать тренера и тренироваться как положено. Все будем когда-то застегивать. Соревнования проводятся в Екатеринбурге ежегодно. Если раньше в турнире принимали участие только борцы из России, то в этом году помириться силами приехали участники из Казахстана, Азербайджана, Израиля и Киргизии. Всего в этом году почти 300 борцов. В качестве почетных гостей выступили титулованные олимпийские чемпионы Юрий Мельниченко, Хасан Бароев, Фарид Мансуров. Я желаю участникам победы, потому что борьба это и в спорте, когда выходишь на ковер, и здесь все равны, независимо от того, какие у тебя награды, степени и звания. Здесь победить сильнейшее. Несмотря на то, что финальные бои определили победителей, здесь проигравших точно нет, ведь главная задача турнира – объединять народы. Книга всегда считалась лучшим другом и подарком. Прививать подрастающему поколению любовь к чтению – одна из главных задач, которая сейчас остро стоит у многих народов. В Армении есть даже специальный праздник – День дарения книг. Познакомить с ним решили иностранных студентов УРФУ. Ознакомить с историей нашей страны именно представителей других народов в себе имеет очень большой, серьезный посыл, так как мы не стремимся только познакомить, подарить книги, чтобы они прочитали какое-то стихотворение, рассказ. Просто на этом все закончилось. У нас цель – ознакомить с историей одного из самых древнейших народов мира, чтобы они знали, с кем они общаются, кто учится вместе с ними рядом и какую культуру, в принципе, какой мы посыл несем себе. Именно поэтому иностранные студенты на память получили не только книги, но и смогли насладиться стихами на армянском языке. Суть данного стихотворения в том, что где бы ты ни был, в каких бы условиях не жил, в других странах, территориях, даже если, ну это утриженно сказано, да, забудешь свою маму, свой родной язык не забывай. То есть и данное мероприятие, и в целом, я считаю, поэзия, литература направлена как раз-таки на то, чтобы не забывать свой язык, свою культуру, историю. Стоит отметить, что дата проведения праздника выбрана не случайно. 19 февраля родился великий армянский писатель и поэт Хованес Туманян. В России он больше известен как автор армянской сказки, по мотивам которой был снят и популярный мультфильм «Пес и кот». В Центре традиционной народной культуры стартовала выставка «Чувашия. Творцы и хранители». Мастера со всей республики съехались, чтобы не только работы свои презентовать, но и с культурой народа познакомить. На открытие побывала и редакция нашей программы. Песнями и танцами встречали всех гостей выставки «Чувашия. Творцы и хранители». Здесь более ста уникальных экспонатов разных мастеров и ремесел. Широко представлена знаменитая чувашская вышивка. Как и в гербе Чувашской республики, на изделиях изображено три солнца. Ведь по древней легенде у народа было три солнца, но злые силы убили два. Третьему удалось убежать. Настал холод и голод. Тогда народ обратился к мудрецам с вопросом, что нам делать, как вернуть солнце. Старейшины ответили, что пусть каждая чувашская женщина вышивает на своих изделиях по три солнца разными цветами. Так народу удалось его вернуть, а этот узор считается обязательным на всех чувашских изделиях. Вышивка славится своей филигранностью. Она обычно двухсторонняя, то есть не отличишь изнаночную и лицевую сторону. Можно было не отличить, и ни одного стежка лишнего не было, ни узелка не было. Она как ручеек льется и льется. И самое главное, наверное, то, что в этих вышивках, в этих изделиях можно проследить этногенист народа. В вышивках зашифровывались и обереги, обращение к языческим богам, чтобы они защитили семью и детей от злых духов. К слову, по такому костюму можно было определить даже социальный статус человека, а также прочесть, из какой он деревни, рода и чем занимается. К примеру, у девушек было меньше узоров на платье, чем у замужних женщин. Отличались у них и головные уборы. Мастерица Зинаида Ивановна на выставку приехала из Чувашской республики. Она по книгам изучила и изготовила древний обрядовый колпак. Колпак отдельно не носится. Во время весенних праздников девушка поверх девичьего головного убора из группы низовых чуваший одевала вот этот колпак. Во время осенних праздников замужняя женщина одевала поверх женского головного убора кушпу. Он очень интересный, своеобразный. И летом, когда проходили у нас праздники, а почему юноши и парни могли сразу различить других гостевых девушек? Только девушки-гости носили такие колпаки. И сразу можно было с ними подружиться. Выставка проводится в рамках проекта «Наследие народов Урала». Посетить ее может любой желающий вплоть до 26 марта. Совсем недавно с деловым визитом руководитель духовенства общины Езиды Урала посетил Индию. Так уж случилось, что этот народ проживает в разных уголках мира. Но где бы он ни находился, бережно чтит и сохраняет свои традиции. В гости на езидский праздник мечты отправились уже мы к руководителю духовенства Езиды Урала. По езидским традициям отпричать почти любое торжество надо с визита в Дом Шеха. Это духовенство народа. Вот и сегодня все собрались в честь праздника исполнения мечты. Ну а для человека мечта прежде всего любовь, дети, семейный очаг. Это день ангелов Хадыр-Наби и Хадыр-Айлас. С их милости верующие могут рассчитывать на исполнение заветной мечты. Также они являются покровителями всех влюбленных. Важным атрибутом праздника является поднос с мукой. Четверг в этот день, когда человек берет пирог, кушает соленое, печенье, то есть вот так можно назвать, да. И, значит, символ лошади, то есть символ лошади, он обязательно как бы должен прийти в порог этой семьи, семьи, допустим, того езида, и оставляет печаток своих, как бы, копыт, копыт, да. И, значит, это символизирует то, что его в этот день у него исполняется исполнение его желаний. Хадыра назвали в честь ангелов праздника. В Екатеринбург он приехал специально, чтобы поздравить своих соотечественников. В день праздника Хадыр-Наби и Хадраэллеса, конечно, ночь четверга, называется Лай-Лакадр, в этот день обязательно нужно готовить, вот, само называется бехун, или многие языки называют пехун. Бехун, если перевести, оно означает без крови, то есть нельзя в этот день делать жертвоприношение, потому что оно должно, этот день осуществления мечты, оно само готовится из семи ингредиентов, которые символизируют семи архангелов. Напоминает халву, да? Да, напоминает халву, но это не халва. Празднику Хадыр-Наби и Хадыраэлла запредшествует трехдневный пост. Есть и красивая традиция, связанная с солеными печеньями, которые должна обязательно приготовить незамужняя девушка. Эта девушка должна передать своему брату или сестре, у которых близок вот судьба бракосочетания, семьи, любви. И эти молодые люди, они должны попробовать кусок печенья, потом кусочек печенья кладут под подушку и засыпают. И что самое интересное, кто во сне им приснется, тот и есть суженый или суженая. Таким образом, это реально работает. Вот по мне я видел свою суженую, а потом, когда пришло время мне жениться, я понял, что она и была у меня во сне. У езитов кастовое деление и браки заключаются только по кастам. Поэтому в этот день все надеются, что соленое печенье укажет верного спутника жизни. А ангелы Хадырнаби и Хадырайлас исполнят мечты молодых. Дорогие друзья, сегодня у нас греческая кухня. Представляю вам человека, который очень любит этот народ. И, конечно же, саму кухню греческую – это Алексей Баранский. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Но мы сегодня с вами здесь не вдвоем. У нас есть шеф-повар замечательный, да? Да, это наш друг и очень хороший повар, обученный в Греции. Зовут его Родон, и он нам подскажет и покажет, как нужно все-таки сделать греческий гирос со свининой. Гирос со свининой. Так, необычное название и необычные ингредиенты, или все же обычные? Они, может быть, и обычные, но зато очень вкусные. А что нам понадобится для гироса? У нас салатный лист, томат, петра. И у нас это специальный соус. Из чего? Там греческий соус. Это греческий соус, там есть огурец, сметана и специи там. Здорово. Да. Называется соус дадзики. Соус дадзики, да. И у нас есть тоже свинина. Обжаренная уже. Да, обжаренная. Либо свинина, либо курица. Ну и картошка фри, да? Да, и картошка фри, и лук, конечно. Правильно я понимаю, что это греческий фастфуд? Да, это очень популярное направление, это греческий фастфуд. Ну, мне уже не терпится научиться готовить гирос. Я думаю, наш шеф-повар обучит сегодня этому. С чего начинаем? Давайте. Да. Сначала мы начинаем с, конечно, рызать овощи, лук и томат, помидор. Давай, делик. Обязательно должен быть красный лук, потому что греки только красный лук предпочитают. Вот, обязательно. Да, сначала рызать помидор. Ну, вы, Алексей, не грек по национальности? Нет, я не грек, я русский. Сам с города Сочи переехал сюда, в Екатеринбург, и понял, что здесь нету гиросов. Я очень люблю их кушать. У меня очень много друзей в Сочи, кто греческой национальности, и они мне помогли. Решили познакомить уральцев с гиросом. Да, 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 потому что без гироса тяжело на самом деле жить. То есть, кто его любит, он подсаживается на эту еду и постоянно к нам приходит. Но у вас друзья греки. Вообще, в греческих семьях что принято готовить? Как принято угощать своих гостей? Конечно же, это большие обильные тарелки, овощные, это оливки, коломата, также греческое вино. Может быть, если есть, кто-то делает греческие настойки алкогольные, то есть это узо или что-то какое-нибудь другое. Также всегда должно быть на столе, они делают сувлаки, то есть это шашлычки на шпажках, то есть свинины, либо это сувла делается из баранина, и поэтому всегда очень большой стол, всегда очень все вкусно. Также они предпочитают, чтобы было на столе всегда мустарда, это греческая горчица, орегано везде, ну и греческий йогурт домашний. Мне кажется, мы начинаем уже закрывать гирос. Да, да, вот наш роду начинает приготовление. Ну, сейчас, когда мы резать помидоры и лед, с начала мы будем порезать. Лиз салата, да. Обязательно пету прежде мы уже разогрели, то есть она не просто в холодном виде, то есть ее нужно всегда подогревать, разогревать. Но если вот эти ингредиенты мы сможем найти на Урале, то пету можно найти на Урале или ее надо приготовить самому? Конечно, если ты знаешь секрет, у тебя есть специальные специи, мука, то это все можно сделать, вот. Но это не лаваш совершенно, то есть это вот пета, есть пета, она очень мягкая. Так, положили лук. Теперь... Ну вот, мне кажется, с цветом это будет очень ярко, даже уже чисто визуально будет смотреться красиво. То есть вы мне предлагаете это сейчас попробовать сделать? Да, мы можем сейчас вас научить это сделать, да. Хорошо. Я постараюсь, но не обещаю. Спасибо. Спасибо. Вот у вас первое греческое блюдо. Мой первый греческий гирос готов. Дорогие друзья, наш греческий гирос готов. Осталось пожелать всем приятного аппетита на греческом языке. Колисос орексис. На Среднем Урале проживают представители более 160 этносов. Каждый народ стремится не только сохранить и передать подрастающему поколению свою национальную идентичность, обычаи, традиции и язык. Но и с радостью знакомиться с историей и культурой России. Ведь у нас есть чему друг у друга учиться. А редакция программы «Национальное измерение» готова в этом помочь. Теперь смотрите нас каждую субботу и во вторник в 12 часов. Свои письма присылайте на электронную почту редакции измерения собаковлтв.ру либо по адресу карлолебнихта22. Архив выпуска вы сможете найти на официальном сайте телеканала. Подписывайтесь на наши официальные паблики в социальных сетях и будьте в курсе всех событий. А мы с вами увидимся ровно через неделю в эфире ОТВ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова